Дом культуры деревни Богослова был выбран местом проведения встречи жителей Гребневского поселения с районными властями. Руководители специально приехали в этот отдаленный уголок, чтобы люди не чувствовали себя обделенными вниманием, а для жителей других населенных пунктов организовали бесплатный автобус. Кого послушать хотите? Всех, Ивалова в том числе. Лично я его не видела, не общалась. Но мы все для этого сюда пришли, чтобы получить информацию, потому что немножко болит душа за нашу деревню. Встреча в Гребневском поселении уже восьмая по счету в Щелковском районе. Мы позиционируем себя как абсолютно открытая власть, готова говорить на любые вопросы, на любые проблемы и решать их. Раньше сельское поселение Гребневское было в числе отстающих по уровню социально-экономического развития. Сегодня с последнего места поднялось на шестое. Впервые принят профицитный бюджет, отметила глава поселения Марина Бобырь. Создан индустриальный парк с сотнями рабочих мест. Готовятся к расселению дома аварийного фонда. Появились перспективы восстановления усадьбы Гребнева. И напротив, закрытие полигона Собурова. Это давняя проблема. Руководству полигона каким-то образом удалось получить бессрочную лицензию на деятельность, рассказал Алексей Валов. Выдавшие документ чиновники уже понесли уголовное наказание. А проблема полигона, и не только его, нашла решение на уровне правительства. Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, разработана областная программа утилизации ТБО. Что представляет собой программа? Вся область разделена на четыре сектора. И в каждом секторе будет единый оператор. Сейчас идет сбор всех данных, где, сколько и как образуется мусор. Какие компании и откуда вывозят. Определена мера соответственно ответственности этих организаций. Губернатор Андрей Воробьев распорядился исключить полигон Собурова из принимаемой схемы. Область не будет заключать с ним договор. То есть сюда не будут возить мусор. Таким образом полигон будет локализован, а в перспективе закрыт. Мы сделаем все возможное, чтобы этот полигон не работал. Потому что у нас есть задача губернатора. Как только будет сформирована схема очистки территории Московской области, мы пойдем в суды, чтобы его закрыть. Вопросы экологии едва ли не самые актуальные в Гребневском крае. Например, люди жалуются, что какие-то предприятия жгут производственные отходы. Мы постоянно ощущаем едкий запах, запах гари, дыма. Мы поднимали неоднократно этот вопрос, но эти нарушения продолжаются. С 1 июля этого года Минприроднадзор за такие нарушения будет иметь право лишать лицензии на деятельность. Это очень серьезный вопрос. Сейчас ничего, это только штрафы. А штрафы эти не такие уж большие. В прошлом году несколько дворов в деревне Гребнево реконструированы по программе комплексного благоустройства. Жители интересовались, будет ли продолжение. Обязательная стоянка, обязательная детская площадка, обязательное освещение, обязательная парковка как раз идет. И все элементы, которые должны соответствовать стандарту благоустройства. Ваш двор попал как раз в этот комплексный благоустройство. Вопросы землепользования всегда актуальны для жителей сельской территории. Нельзя ли рассмотреть вопрос о снижении ставки земельного налога до 50% для неработающих пенсионеров? Земельным кодексом регулирование самого земельного налога отнесено к органам местного самоуправления. Здесь, я думаю, вот совет депутатов, пусть посмотрит, посчитает, персонально буквально нужно подойти к этому вопросу. Вопрос остается открытым и считать мы продолжаем. Поэтому вернемся на совет депутатов еще раз. Хочу поблагодарить Шапкина Владимира Николаевича. Большое вам спасибо от жителей деревни Собурова по поводу понижения кадастровой стоимости земель. Огромное спасибо. От представителей трех уровней власти жители получили ответы на вопросы по уборке мусора, ремонту дорог, медицинскому обслуживанию, транспортному сообщению, газо- и электроснабжению, реализации программы капитального ремонта домов, восстановлению храма в деревне Богослова. Будем делать все возможное, чтобы если вдруг появится какой-то инвестиционный проект, приличный, мы обязательно обяжем и проинвестировать восстановление храма. Обязательно. По итогам встречи Алексей Валов распорядился комиссионно проверить в Гребневском поселении соблюдение экологического законодательства. Здесь пойдет комиссия, которая будет проверять экологическую тему, и комиссию непростую, с прокуратурой пришлем сюда, понимая, что если столько вопросов задано, конечно, эта проблема имеет серьезное место здесь. Проверим все. Любой частный вопрос требует подходов более глобальных. Практически все обращения жителей сельского поселения Гребневское будут решаться командно. Подготовить программу конкретную по изменению законодательства, как на федеральном уровне, так и на областном уровне, для того, чтобы нашим органам местного управления легче было решать вопросы. Самое главное, что мы должны вот снизу от жителей видеть те проблемы, которые должны быть решены, и прилагать на каждом уровне все силы для их решения. Тогда будет хорошо. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».